Добрый день, друзья! Ивана Наумова. Специально для наших зрителей из аудитории игрового проекта TimeZero я попросил гостей ознакомиться с некоторыми образчиками фанфиков по TimeZero из форума творчества. Они заготовили свое мнение и в конце передачи мы обязательно по этому поводу расскажем. Так что ждите, не выключайте экраны ваших телевизоров, смотрите за нашей передачей. Ну а сначала мы немножко поговорим вообще о том, что такое литературное сообщество Минипрозы, о состоянии дел современной ситературы, о сетевых конкурсах, о том, чем это чревато, чем это полезно и чем это в конце концов закончится. В первую очередь вопрос к вам, Максим. Откуда вообще взялась идея создать вот такое вот сетевое литературное сообщество, которое изначально основано не столько на всех пишущих людях из Рунета, сколько в основе своей на пользователей сервиса «Живой журнал». Добрый день всем. Ну на самом деле, изначально проект Минипроза, как это было такое, с одной стороны развлечения, которое придумали я и мой напарник Базука Джон. Идея была очень простая. Очень хотелось попробовать делать конкурс, который бы отвечал всем нашим интересам, всем нашим взглядам на справедливый процесс. Максим, зритель под ником «Голубчик» просит помахать ему рукой, пожалуйста. А, Голубчик, привет. Проект мы этот начали, начали делать, начали потихоньку. Развлечение переросло в себе, стало развиваться и стало впоследствии чем-то больше серьезным. Стало чем-то, скорее каким-то, как детем, когда его выносишь, оно растет, развивается, но это начинает жить уже самостоятельной жизнью. Вот примерно к такому состоянию мы пришли, когда сообщество Минипроза живет уже само по себе и не очень сильно, на самом деле, в зависимости от своих организаторов. Ну, в таком случае вопрос ко второму нашему гостю. Надо представить, Иван Умов, несмотря на то, что все-таки до сих пор еще вряд ли может считаться профессиональным литератором, хотя все окружающие люди находятся в восхищении от его творчества и пинают Ивана достаточно активно, чтобы он уже пробовал свое перо в более серьезной форме. Но Иван Миштябрь продолжает пока оставаться автором так называемого конкурсного поколения. Хотя, в общем, первые свои ступени на стезе профессиональной литературы Иван прошел, он выпускник литературного института. И все-таки в рамках темы нашей сегодняшней передачи, в рамках литературного сообщества Минипроза, Иван, пожалуйста, расскажите, вообще, насколько нынешнее поколение, так называемое сетевое поколение, поколение конкурсное литераторов, насколько вообще собирается пробовать свое перо в большой прозе? И что вообще из себя представляют литературные конкурсы? Имеют ли они право на существование как стартовая площадка? Или это все-таки некий литературный междусобойчик, некая братская могила, где вот все кучкуются, друг друга хвалят, ругают, на этом все заканчивается? Всем добрый день! Что касается литературных конкурсов как таковых, это, на мой взгляд, нехорошо и неплохо. Это определенный феномен, то есть что-то, что возникло благодаря существованию интернета. Каждый пишущий человек, те, кто пробовал когда-то что-то писать, они прекрасно понимают, что просто писать, не получая отклика на то, что ты пишешь, пускай от друзей, от знакомых, от каких-то близких людей, которым можно это показать, вот это, скажем так, писать в стол, мало кто готов, всем хочется узнать, что же у них получилось. Все хотят, чтобы их похвалили, те, кто относятся к процессу более серьезно, они также радуются, когда их ругают, потому что это позволяет определенным образом поднять свой уровень, понять ошибки и избавиться от них. Литературные конкурсы, проводящиеся в интернете, это именно возможность быстрого отклика. За короткое время создается рассказ на заданную тему, и после этого он оценивается не друзьями, не знакомыми, которым может быть неудобно сказать, что, дорогой друг, ты написал ту-хту. А здесь тебе все скажут честно и открыто, поскольку судить тебя будут такие же авторы, как ты сам, и они часто достаточно в нелицеприятной форме, скажут тебе твои основные ошибки. Вот то, что касается, скажем так, такого момента, как конкурс. Уровень литературный на разных конкурсах, он разный. Безусловно, мини-проза является одним из наиболее интересных проектов в этом плане. Рассказы авторов мини-прозы в достаточно большом количестве публиковались в различных изданиях, в журналах, в альманахах, в сборниках рассказов, что позволяет говорить о том, что определенный уровень, безусловно, достигается. Опять-таки, авторы приходят очень разные. И на конкурсах с большим числом участников, на такие конкурсы приходит больше людей, не умеющих писать. Мини-проза, особенно в момент своего создания и развития, сэкономировала вокруг себя людей, имеющих определенный уровень. Стоит ли замыкаться на конкурсах? Разумеется, не стоит. То есть, тем, кто пишет, в первую очередь нужно думать о том, чтобы их рассказы были опубликованы на бумаге, а не в сети, не на сам издате и так далее, и стремиться к большему. Те, для кого это просто приятное времяпрепровождение, ну что ж, они получают драйв, потому что любой конкурс – это азарт, это драйв, это такое событие, которое длится несколько недель и оставляет, никого не оставляет равнодушным из тех, кто участвует. Я ответил, Сергей, на ваши вопросы? Да, ну давайте тогда все-таки попробуем углубиться в эту тему. Все время существования авторов так называемого конкурсного поколения, особенно последние 4-5 лет, самым известным, ключевым, ударным, скандальным, еще 183 тысячи полагательных конкурсом была пресловутая рваная грелка. Я немножко расскажу для тех наших зрителей, кто не в курсе вопроса. Это был стихийно зародившийся комплекс, на самом деле авторы более-менее профессиональные взяли друг друга на слабо, сможем ли мы за отведенное время написать текст. Отведенное время было очень коротким, и первоначальное название конкурса исходило из этого времени – 48 часов. То есть за двое суток авторы должны были написать текст заданного объема, ну там варьировалось, ну в общем ограничения по объему были, за вот этот короткий срок. Естественно, на, опять же, заданную тему, объявленную, причем объявленную не заранее, а вот буквально в первые минуты с объявлением темы начинался конкурс. И профессиональные авторы, собственно, попытались сымитировать ситуацию, когда автор приходит к издателю, и издатель говорит, а ну-ка напиши мне рассказ за два дня, у меня как раз вот сборник горит, напиши мне рассказ там о том, как инопланетянин на зеленой человечке, на тарелке, в чеке президента США. Ну вот, напиши мне за 48 часов какой-то рассказ. И вот профессиональные авторы попытались взять молодежь на слабо. Собственно, родился тогда вот этот конкурс 48 часов, потом он получил шуточное название «Рваная грелка», потому что, ну, авторы как профессиональные, так и начинающие, кто в шубку, кто всерьез, рвали наблюдительняшку и кричали, что мы сейчас придем и порвем этот конкурс как ту зигурелку. Соответственно, появилось вот это вот полупрофессиональное, полушуточное название «Рваная грелка», которое, однако, потом пустило корни как и в ситературу, так и в печатную область литературы, потому что появились сборники по результатам «Рваной грелки». Два этих сборника уже вышло, в обоих составителем выступал Сергей Рукьяенко, так что литературная часть была, ну, в общем, можно спорить, была ли она очень хорошая или была она средняя, ну, по крайней мере, на высоте. Вот сейчас у меня несколько провокационный вопрос к Максиму. Насколько я понимаю, и вообще была такая информация, очень долго по сети ходила, литературное сообщество мини-прозы родилось как наш ответ Чемберлену, как противовес рваной грелке. Почему так случилось, что вас не устроило в грелке, и что вы считаете, вы принесли в мини-прозу, что в грелке не было? Ну, на самом деле, наш ответ Чемберлен, это очень громко сказано, одной из традиций грелки, грелка вообще словно с нашими традициями, было то, что перед началом каждого конкурса масса народу приходила на форум, знаменитый 0Т, и предлагала свои варианты по совершенствованию правил конкурса. Надо сделать то, надо сделать это, конкурс будет справедливее и так далее. Но хранитель традиций Вадим Неселев очень спокойно и уверенно отбивал все эти наскоки, словами, нет, ребят, все проверено, все работает, все замечательно, менять ничего не нужно. Все мы были молодые, все мы были азартные, нам казалось, что все несправедливо, на что Вадим тогда сказал очень, на самом деле, на мой взгляд, правильную вещь. Он сказал, что, ребята, хотите сделать что-то лучшее, берите и дерзайте, кто вам мешает. Открывайте свой конкурс и доказывайте, что вы можете. В какой-то мере, наверное, он взял конкретно меня и Стаса Теплова на славу. Мы попробовали. Попробовали создать свой собственный конкурс, конечно, когда создавая, и даже не думали о том, что он будет альтернативой игрелке. Ну, ни в коей мере, да. Это попытка просто создать некий конкурс и посмотреть, что получится, если правила будет несколько и менее. Попробовали, создали. Конкурс начинался, на самом деле, ни шапка, ни валка. В первом конкурсе там было порядка 20 работ. Начиная уже где-то с 2-го, с 3-го конкурса начали появляться более 7 авторы, и конкурс стал развиваться. И уже где-то лишь конкурса с 5-го, мини-прозы, можно было сказать, что она появилась какая-то альтернатива игрелке, но ни в коем случае не раньше. И вот, честно, не целевым образом, а, ну, если хотите, стихийно. Ну, наверное, вот так. Тогда вопрос к Ивану. Вы участвовали и в некоторых конкурсах грелки, и победили в 4-х, по-моему, да, конкурсах мини-прозы? В 3-х. В 3-х. Ну, в 4-м там, видимо, тоже было какое-то не самое последнее место, и в 5-м, в 6-м, наверное, там, что вы не зря считаетесь самым сильным автором мини-прозы. Значит, вы можете иметь возможность саблить, можете как-то по разным параметрам оценить эти два конкурса. Что хорошее у грелки, что хорошее у мини-прозы? Ну, прежде всего, нужно сказать, что эти конкурсы ставят перед собой несколько разные задачи. Грелка, хотя это уже давно не 48 часов, то есть конкурс начинается в 15-м, на пятницу и заканчивается в 23-59 понедельника, это 81 час. Ну, в общем, не 48. Ну, в общем, не 48, да. То есть почти 3,5 суток это время. За это время действительно можно что-то написать, но тем не менее, скажем так, спешка, она не дает, скажем так, зачастую авторам полностью проявить свои художественные и творческие возможности. Потому что в любом случае очень много сырых текстов, либо как альтернатива много текстов, которые написаны заранее и в последний момент просто присобачены к теме конкурса. Когда заменяется там имя героя, добавляется пара-тройка фраз, чуть-чуть подчищается сюжет. Разумеется, это нельзя назвать рассказом, написанным непосредственно для конкурса. На мини-прозе несколько другая ситуация. Насколько я помню, 3 недели, 2 недели? Да, 2 недели. На написание. Это совсем другой формат. Мини-проза сделала очень важный шаг, мне кажется, начиная с 6-го или 7-го конкурса, когда было снято ограничение по размеру, точнее, поднята планка с 15 тысяч знаков до 40 тысяч знаков. Ну, там, скорее, как исключение. Ну, может быть, это было как исключение, но это был важный шаг, потому что он позволил многим авторам выйти в формат рассказа именно вот среднего, от коротких зарисовок и микрорассказов выйти на уровень стандартного рассказа в пределах одного авторского листа. Второе важное отличие между конкурсами – это атмосфера. На Рваной Грелке, видимо, так исторически сложилось, и те, кто участвовал, не могут не отметить этого. Изначально поощрялось такое понебратское, порой грубое отношение участников друг к другу. Соответственно, много нецензурной лексики, много достаточно таких лобовых оскорблений друг к другу. Но это именно как ринг, коррида, не знаю, скажем так. Идешь на Грелку, будь готов, что тебя могут с ног до головы покрыться. Кто-то из первых участников, помню, сравнил Грелку, а чего он в темном подъезде? Очень может быть, да. У мини-прозы, чем она привлекла, ну, например, меня изначально, и почему она стала этим родным местным, это тем, что был принят другой формат общения, дружелюбный и открытый. И при этом организаторы брали на себя смелость, это именно смелость, на мой взгляд, моделировать форм, и когда кто-то из участников, скажем так, переходил некий порог, вот кинул, делали предупреждение. Вот можно я немножко переру? Как раз по этому вопросу я хотел обратиться к Максиму. Вот Иван тут говорил про атмосферу. Мы сейчас упомянули модерирование. В принципе, не секрет, что в сообществе мини-прозы достаточно частый бан, ну, частый по сравнению с другими сообществами, для актеров, которые переходят некие границы. Не является ли это залогом того, что мини-прозы, в конце концов, превращается в сообщество друзей, то есть, где все друг друга знают, где никаких оценок со стороны не происходит, это варка в неком едином котле, из которого никто никогда никуда не выберется? Ну, на самом деле, я совершенно не согласен. Начну по порядку. Действительно, одним из ключевых отличий, который изначально задумывался в конкурсе, от грелки, было то, что формат критики на мини-прозе исключительно неанонимный. Всегда человек, который написал рассказ, может узнать точно, кто конкретно отдает лицензию на его рассказ, и, соответственно, человек, который дает эту лицензию, он становится более ответственным. Он всегда понимает, что его слова всегда смогут ассоциировать с ним лично. Оскорбление значительно меньше, соответственно, происходит. Ну и конструктивные критики получаются значительно лучше. Ни в коей мере. Конструктивная критика – это не та, которая выражается при помощи мата, или та, которая при помощи обливания помоек друг друга. Конструктивная критика – как раз та, которая помогает автору понять свою ошибку и возможность ее в дальнейшем избежать, исправить. Максим, когда участники сообщества друг друга знают и считают друг друга друзьями, согласитесь, что критика будет совсем другая. Если незнакомому человеку можно указать прямо на ошибки, то другу, или, по крайней мере, очень знакомому человеку, с которым вместе отыбрано 20 конкурсов, прежде будут комментарии такого плана. Ну ты же можешь лучше, я знаю. Наверное, ты что-то хотел сказать, что я не понял. В основном, такие будут критические вызовы? Ну, на самом деле, не совсем так. Критика, она всегда бывает разной. И за конкретного взятого человека, наверное, ответить мне лично будет тяжело. Я могу сказать, что у меня лично то, что критика не анонимная, никогда не останавливала сказать то, что я думаю о человеке. Неанонимность, она лишь одно, на мой взгляд, тормозит, тормозит никаким образом необоснованную агрессию. Не более того. Но Ваня потом, может быть, сможет, если захочет, прокомментировать это отдельно, как автор. Потому что я, на самом деле, автором не являюсь. И никогда себе писатель, или человек, который пытается и не стать непозиционером, для меня это не более чем развлечение. Может быть, поэтому у меня отношение к критике несколько иной. Ну и потом, если в сообществе человек 20-30-50, наверное, такое мнение имело бы место на существовании. Сейчас в сообществе порядка 600 уже членов. И с каждым конкурсом человек 50 новых всегда появляется на конкурсе. Поэтому сказать, что там застоялая аудитория, одни и те же люди, которые давно друг друга знают. На самом деле, очень много людей приходят, очень многие уходят. Ну, многие-немногие. Достаточно много людей уходят. Ну, основной костяк игроков человек 70, он так и остается. Но, опять же, надо посмотреть по динамике этих людей. Потому что, на мой взгляд, людей, которые играют, условно говоря, с основного я начинаю базовый отсчет, это примерно второй-третий конкурс мини-прозы, ни в коей мере не первый, с того времени сохранилось, ну, дай бог, чтобы человек 20. Дай бог, чтобы человек 20. Все остальные либо ушли, как они называют, большую литературу, писать стол, кому-то удалось выйти из состояния застольного писания и перейти в публикации. Но это единицы. Но, на самом деле, в мире вообще так, по жизни бывает, что лишь единицы доходят до нормального уровня литературы своего собственного. Поэтому неанонимная критика ни в коей мере не мешает развиваться литературным процессом, на мой взгляд. К точку зрения организатора мы послушали. Иван, что вы можете добавить как автор? С точки зрения критики... Лучше с точки зрения автора. С точки зрения того человека, которого пинают критики. Да, я могу сказать, что мини-проза сильна именно тем, что там среди авторов есть несколько людей, склонных именно к критической работе, которые не просто говорят понравилось, не понравилось, хорошо, плохо. А если берутся проанализировать рассказ, то делают это, так сказать, серьезно, на достаточно серьезном уровне. То есть иногда лицензия на рассказ может составить полную страницу, причем не состоять из цитат, что вот тут криво, тут косо. А именно идет анализ текста, сюжета, построения мира, каких-то внутренних недочетов рассказа. Это одна из сильных сторон этого конкурса. Ну, кроме того, мне кажется, что складывается такое ощущение, что вот есть грелка, есть мини-проза, на самом-то деле, есть русский Эквадор, есть Царкон, есть Блэк Джек. Конкурсов много. Они разного уровня, разной значимости. Другое дело, что каждый автор выбирает для себя, видимо, те конкурсы, где им интереснее, уютнее, комфортнее, полезнее. Как-то так. Поэтому то, что стагнации внутри конкурса не происходит, я в этом уверен. Опять-таки появление новых имен среди авторов конкурса свидетельствует о том, что подтягивается свежая кровь, новые, молодые, начинающие, не так много написавшие авторы, которые, впоследствии, может быть, выйдут на определенный уровень. Так, у нас тут много пришедших зрителей просят показать мини-прозу. Вот один. У нас в гостях сегодня литературное сообщество мини-проза для наших новых зрителей. А сейчас вопрос к Максиму. Соответственно, если все так радужно, если с каждым новым конкурсом пребывают 100 новых авторов, которые увеличивают количество сообщества друзей мини-прозы, то почему конкурсов мини-прозы становится все меньше, вы все активнее перекладываете их организацию на бывших участников, и новый конкурс, который вы так долго обещали, к осени, сейчас находится под вопросом. Но наоборот, на самом деле, если все хорошо, тогда как раз нам может быть логичное, что конкурсов становится все меньше, и у организаторов получается все меньше и меньше стимула их проводить. Для организатора, не для автора или участника конкурса, основное ведь что? Умение решать те проблемы, которые возникают. И когда проблем, которые возникают, становятся все меньше и меньше, а работы организатора, какой-то новинки для него тоже становятся всего меньше и меньше. Интерес пропадает, пропадает азарт, пропадает драйв от этого конкурса. И поэтому желание его проводить, но это все меньше и меньше. Но это не значит, что надо взять конкурс и убить, когда такая идея у меня все время уже была. Я понимаю, что, наверное, тезис о том, что ты не всегда ответишь за того, кого приручил, он действует в отношении тех, кто их конкурсы организовывает. Поэтому я принял решение, что в одностороннем порядке закрывать конкурсы и сообщество тем более я не буду. Но и проводить конкурсы, делая на собой некие усилия, тоже, наверное, не хочется. Поэтому если появляются люди, которые берут на себя, как, например, в прошлый раз ты был один из сооргализаторов Арма Турман, взяла и провела на самом деле на очень высоком уровне конкурс, то замечательно, да, я готов оказывать помощь, я готов делиться опытом. Но если таких помощников нет, то, соответственно, конкурс становится все реже и реже. Появляется только тогда, когда у организаторов или, как при этом у меня, появляется какое-то свободное время, а его последнее, к сожалению, все меньше и меньше. То есть все-таки объявленный на осень конкурс с какими-то безумными призами, с поддержкой, с новой формой подачи текстов, он не состоится. Я бы так не говорил. Во-первых, анонсирование каких-то безумных призов, поддержки и тому подобное, я лично не делал. То, что слухами мир полный, скажешь, замечательно, все очень хорошо, но если вы внимательно изучите мое собственное ЖЖ или ЖЖ-сообщество, никаких подобных заявлений там не было. Однако это не значит, что это не может быть. Один из ключевых решений, которые мы приняли не так давно, было то, что все объявления о призах, если таковые вообще будут, будут производиться после начала конкурса, а не до него. Да, на конкретном случае я, например, решаю для себя, что мне важнее и интереснее. Давать какие-то очень серьезные призы, стоимостью там нескольких тысяч долларов, победителю конкурса, который зачастую, победитель, он всегда справедливый, но не всегда очень высокого литературного уровня. Быть лучшим среди прочих не означает быть очень хорошим. Или же те ресурсы, которые мне удается привлекать, спонсорские направят, например, на создание некой совершенно ничем не обязывающей литературной премии, которую, значит, премию нельзя назвать, наверное, так, на нерегулярной некой основе, выбирая наиболее перспективных молодых авторов, те, которые реально увеличивают свой мастерский уровень, те, которые все лучше и лучше начинают писать, которые действительно приносят что-то новое и вручают им эти поощрительные призы. Но не на базе какого-то литературного конкурса и так далее, а на базе неких экспертных оценок. Но механизма пока нет, идея пока очень лишь на общем уровне. И поэтому, что будет конкретно этой осенью? Будет ли конкурс с большими призами? Или будет просто конкурс без призов? За ним построил какая-нибудь там литературная премия по итогам года? Я не готов сейчас ответить. То есть получается, что не конкурсный выбор победителей, не выбор некого экспертного жюри вы не можете считать легитимным. Тогда вопрос к Ивану, как к автору. Естественно, у любого победителя любого конкурса обязательно есть ненавистники, ненаврожелатели, которые спят и видят, как бы где-нибудь написать, что нет, это было все достигнуто нечестным образом, все по сговору. Иван там купил 100 тысяч участников «Пенепроза», которые его выбрали. Насколько вообще... Вот я смотрю, гости наши смеются, значит, такое было и не раз. Насколько вообще современная и конкурсная система, и система вручения литературных премий, ну, по крайней мере, те, о которых вы знаете, насколько она вообще может быть легитимной, насколько вообще можно верить, что премию, приз, или вот денежный приз, о котором говорил Максим, получит достойно. Можно уточнять вопрос? А что, в вашем понимании, легитимность премии? Ну, то, что потом не придут 10 тысяч недоброжелателей и не скажут, что премия вручна не тому, а по личному сообщению организаторов. Легитимность в данном случае, поскольку мы все-таки не о юридическом термине говорим, поразумевает о себе по собой принятие премии как должное, как факт, как минимум большинством участников и большинством людей со стороны, но заинтересованных. Разговоры о том, что конкурс сделан не так, правила не те, и что хорошо было бы, а давайте попробуем так или иначе. Я прошу прощения, наши зрители просят передать привет эстонцам, но, видимо, мы очень медленно говорим. Давайте немножко побыстрее. Хорошо, ускоряемся. Итак. В нам пришел пользователь орган. Я подозреваю, что это тоже знакомый. Да, это наши знакомые. Итак, разговоры такие будут всегда и не учитывать никогда. Есть ли в этом какая-то доля правды? Ну, наверное, какая-то доля правды в этом есть. Но, тем не менее, сильные рассказы выходят в финал, сильные рассказы занимают верхние строчки топов, займет самый-самый-самый с божественной точки зрения рассказ первое место или второе, или третье. Ну, здесь, да, здесь уже присутствует определенный элемент лотереи. Но, тем не менее, когда в конкурсе присутствует один фаворит, то он выигрывает с большим отрывом от остальных участников. Что позволяет? Скромно сказал бы вам. Нет, у меня по-всякому было. Ну, те конкурсы, которые я наблюдал, там был всегда дикий отрыв у ваших реабилитов. Я могу прокомментировать по этому поводу, как одно из самых замечательных развлечений организатора есть возможность просматривать результаты конкурса в режиме реального времени. Я очень хорошо помню итоговый конкурс мини-прозы, по-моему, шестой по номеру он был, когда Ваня вышел в финал с последнего места в группе, которая давала возможность. Причем, чтобы там получил эти баллы, которые позволили ему пройти, по-моему, кто и последним топом, кто и предпоследним. Таким скрипом. А в финале взял и разорвал всех на мелкие кусочки. Это на самом деле... Это заговор. Да, это полный заговор. Мы тщательно старались протянуть в финал всех почитателей Ивана. Нет, в финале там тоже одним бюллетенем все решилось. Последним, мне так кажется. Ну, точно. Последний, как организатор, увидел. А я прошу прощения, чтобы прервал Ивана, но у нас тут массовое нашествие людей, которые просят передать им привет. Спасибо. У нас пользователь осенью очень просит передать ей привет. А также знакомый нам пользователь Джози появился в чате. Я думаю, мы тоже передадим ей привет. И из нашей новой аудитории, аудитория игроков Таймзира, просит передать привет целому городу. Ну, специально для зрителя с четырехгубленным ником HFF мы передаем привет городу Оазису. А теперь все-таки вернемся к Ивану. Иван, пожалуйста, да расскажите все-таки о точке зрения автора на легитимность первого-второго места и о получении призов. За то время, что я принимал участие в конкурсах, я не видел, чтобы в тройку входили рассказы, не заслуживающие одного из призовых мест. То есть, бывает, да, что неплохие рассказы срываются, бывает, что неплохие рассказы не проходят в финал, потому что обычно все крупные конкурсы проходят по двухтуровой системе. Но, тем не менее, блестящий рассказ всегда выйдет в финал и всегда найдет свое место в тройке, в шестерке, то есть, в верхней части таблицы. Слабые рассказы, да, бывает, что проходят в финал по какому-то сечению обстоятельств, как легли звезды. И, как правило, рассказы слабо прошедшие в финал, в финале оседают где-то внизу турнирной таблицы. То есть, в целом, система работает. Есть ли сговоры, есть ли договоренность между участниками? На каком-то минимальном уровне она может быть. Ну да, то есть, можно подговорить какого-то знакомого и занять с неплохим рассказом не одиннадцатое, а десятое место. Но, в целом, перекрутить все результаты конкурса именно за счет каких-то внутренних договоренностей, но это малореально, да это особо никому не нужно. Играем-то, наверное, не на корову, скажем так. Ну, если разговор идет о призах, тем более о денежных, то всегда существует, например, такой термин «погремушка». Рассказ, написанный за пять минут просто так, чтобы от лица только что созданного виртуального персонажа, который написал совершенно бездарно, никчемный рассказ «погремушка», самому себе поставить первое место. А первое место все-таки это не один балл, не два, а десять, если по основным системам судить. Потому что считается в основном по форму на системе первое место десять, второе, шесть, третье, четыре. Соответственно, технологий много, на самом деле. Подговорить, десять друзей написать и проголосовать за первое место. В той же истории грелки был случай, когда пять первых мест и больше ни одного голосования вывели рассказ на шестое место, а первые шесть мест по умолчанию считается топом. Хотя рассказ был совершенно ужасным. Все-таки вопрос к Максиму. Как попробовать этого избежать? Какие есть варианты? На самом деле вариантов очень много. В том числе и у нас на комплексе каждый раз мы меняем каким-то образом правила. То одну новинку испробуем, то другую, то третью. Опять же, с одной стороны, неверяемые новинки пытаются каким-то образом не дать возможности игрокам придумать заранее какую-то схему, которая это поможет смутливать. Во-вторых, ну, попробовать выйти в финал таким способом, при помощи погремушек, можно. Да, и скорее всего это получится. И никаких противоядий особых не найдешь. Исключение может составить только жесткое модерирование организатора, которое обязательно рвется на гнев праведных всех игроков в конкурсе, которые посчитают наездным на свободу. Поэтому в финал, скорее всего, такой рассказ пройдет, который будет проталкиваться всех при помощи друзей, погремушек и так далее, в финале уже нет. Почему? Потому что в финал пройдут только сильные рассказы. Если люди начнут пропикывать друг друга в финал, то, опять же, та схема начисления очков, которые существуют в конкурсе, не позволит им всем вместе туда попасть. И даже если 10 человек при общем количестве игроков на конкурсе сотни, то это все равно 10%. Опять же, в финале это будет совершенно низкий процент, который не позволит ничего, кроме как занять там место где-то 20-е или 15-е финале. Ну, в связи с разразившейся в последнее время в интернете и даже в печатной прессе фантастической дискуссии о фантастических премиях, о том, насколько они вообще честно вручаются, насколько они вручаются тем, кто заслужил и так далее. Вот вы, Максим, сказали сейчас, что вместо конкурса попробуете организовать некую ни к чему не обязывающую литературную премию. Готовы ли вы, опять же, отражать нападки о том, что премия по умолчанию будет вручаться к бывшему любимчику мини-прозы, о том, что премия будет вручаться не тем, о том, что все давно куплено, или вы как бы просто по собственным желаниям дадите, кому вам понравится, и больше не будете слушать никаких комментариев? Два аспекта, точнее, два вопроса разных прозвучало, но я попытаюсь на обоих ответить. Первое, по поводу, буду ли я отражать нападки и так далее и тому подобное. Во-первых, у меня этот подход очень простой. У меня швайц тот, кто ничего не делает. Если не делать вообще премию, никаких нападок не будет. Если ее делать, то нападки будут всегда, потому что вручить премию всем желающим невозможно. Каждый маломальский начинающий гений будет считать, что именно его обошли и премию почему-то ему не дали, а дали совершенно недослуженно человеку, которому, да еще, не дай бог, я, оказывается, знаю, да не дай бог мы с ним еще как-то общаемся, значит, вы точно заранее примете, ну и швайц дай. И, конечно, он вас подпорил, вы ему вручили. Да, безусловно. На самом деле все очень просто. Выхода тут только два. Во-первых, я не говорил и сейчас не собираюсь этого утверждать, что премия будет публичной. Соответственно, вполне возможно слышать ситуацию, когда о том, что человек получил премию, будет знать только лично он сам. Соответственно, обсуждать другим будет просто, грубо говоря, нечего. Если я хочу человеку сделать приятное, тому же Ване, например, зачем мне при этом называть эту кромку премию, собирать кучу народа, кричать, вот, ребят, смотрите, вот ведь Ваня, я ему сейчас учу замечательный приз. Меня боюсь, что Ивану так будет приятнее намного. Ну, пусть он оплачивает тогда это мероприятие и будет называться премией не Ивану Муму. Кстати, говорят, вот как раз недавно я читал перечень существующих театурных премий, была такая смешная премия, когда организатор выучил ее самому себе. По-моему, даже не один вариант. Не, не один случай такой был. Это было в издательстве «Галактика», когда Юрий Петухов вручил сам себе премию. И было, если мне память не изменяет, в издательстве «Дракон», как ты так называл, сейчас точно не вспомню, как издавал книги Юрия Никитина. Да. Но мне тут проще, поскольку самому себе вручать премию, я ему не буду, поскольку не писатель, вручать премию своей жене тоже не буду, я это делаю при помощи того, что просто отдаю всю свою зарплату, то есть она сама себе делает подарки. Такая ежемесячная премия. Джози, привет! Вручать премии друзьям. Если я хочу сделать друзьям просто приятное, я их соберу вместе, приглашаю в гости, пойдем наши штуки, пойдем посидим в ресторане, и идем каким-то еще образом отдохнем. Если я хочу вручить литературную премию, то все, что я хочу этим сказать, это только то, что выразить свою собственную, ну, если хотите, гражданскую позицию по поводу того, что вот этого, например, конкретно автора, я считаю, наиболее перспективным. Максим, я хочу вас расстроить, жена требует премию. Жена требует... Непосредственно в прямом эфире. Ну что ж, как только она предъявит завершенный свой собственный сериал, которым она кормит уже больше года, не только меня, но и форум, некий альтернативный, не тайм-зиро, форум, посвященный сериалу «Симс 2», игре «Симс 2», то я и премию Тори тут же ей вручу. Джози работает. Ладно, завязываемся в семействе. Я думаю, это вы обсудите дома. Сейчас... Настало, наконец, время порадовать нашу новую аудиторию игроков «Тайм-зиро». Друзья, я специально попросил Ивана, как профессионального автора, практически уже, хотя он до сих пор не может разобраться в большой прозе, но я надеюсь, что мы когда-нибудь и увидели. Как выпускника литературного института, имеющего соответствующую базу, прочитать несколько текстов игроков «Тайм-зиро» из форума творчества и попытаться оценить их не с точки зрения соответствия мира, точки отсчета мира «Тайм-зиро», а с точки зрения литературной, насколько эти тексты вообще готовы к публикации. И я думаю, мы попросим Ивана сделать не столько даже критический разбор, сколько попытаться дать некую числовую разнарядку. Представим себе некий конкурс мини-проза, где есть, ну скажем, 100 участников. Какое место, по вашему мнению, займут тебе рассказы, что вы прочитали? Может быть, я подойду немножечко с другого конца. Представьте себе компанию молодых людей, которые любят творчество, например, какой-нибудь рок-группы, возьмем, что-нибудь так называемое, «Король и шут». Они собираются вечером во дворе, берут гитару, садятся на лавочку и начинают, один говорит, смотри, я вот одну песню выручу, разбежавшись, прыгну со скалы. Правда, тут что-то аккорд не подобрал, тут еще что-то, но все песню знают, все понимают, о чем идет речь, и все говорят им, молодец, здорово, так держать, давай еще. Приблизительно так же выглядит творчество фенов в рамках любого замкнутого сообщества. Те, кто играют в Time Zero, те же пишут определенные тексты и делятся ими с другими игроками. Это здорово, это хорошо, это интересно всем тем, кто... Максим, ты ведь предлагаешь конкурс МВС с темой Time Zero? Это мы сейчас обсудим отдельно. Хотелось уточнить, конкурс на площадке МВС или конкурс, чтобы МВС организовывал и его еще и спонсировал? По секрету могу сказать, что зрителем является ваша жена. Ага. Так что, опять же дома разберетесь. Так вот, что касается литературного уровня текстов, ну, к сожалению, порадовать практически не могу ничем игроков на настоящий момент, хотя, с точки зрения построения сюжетов, да, в принципе, есть такие бодрые истории, в принципе, боевая фантастика в основном все происходит быстро, много стрельбы, фронтовых действий, рейдов противника и так далее, и так далее. С точки зрения художественного языка, литературы и так далее, здесь, конечно, хочется авторам, это в основном, я так понимаю, молодые люди посоветовать больше читать для начала, потому что, ну, вот, может быть, несколько выдержек, я без имен, без ссылки на авторов, поскольку это не нужно, величественные ворота крепости номер 9 медленно открывались, стряхивая паутину, налипшую туда за долгие месяцы. Мгновенность мысли заставила его сделать прыжок в сторону. Катаржанин так же убрался, как и явился. За несколько метров от него местность так же была в идеальном состоянии. Вот я не говорю просто о грамматических ошибках, когда там пишут от, сюда, отдельно, в, слух. Через секунду на его лицо вместо злости начала выражаться настороженность. Ну, и реакция читателей тоже характерна. Мне впервые понравилось читать это, наверное, самое лучшее, что я прочитала в жизни. Ну, скажем так, уровень авторов он оставляет желать. Я не могу сказать, что это сборище графоманов. Я думаю, что это коллектив в основном молодых людей в возрасте от 14 до, наверное, Сергей точнее может сказать, до 20 лет. У нас есть авторы игроки из-за 60. А авторы? Вот этого я не знаю. Интересно было бы собрать такую статистику. Дело в том, что если человеку просто хочется радовать своих товарищей по боевому клану... Зрители требуют ник авторов студии. Я боюсь, мы сейчас не можем сказать, да, у вас не написано. Ники авторов? Да. Зайдите в форум «Корчество» и вы найдете это в 20 последних записях, выложенных там. Так вот, нет безнадежных авторов, да, то есть, если у человека есть желание совершенствоваться, учиться и так далее, работать над собой, то действительно пусть он приходит в конкурс литературный, где сразится с заветом более сильным противником. Какое место он займет в конкурсе, ну, из группы эти авторы не выйдут первый раз. А какое место они займут в группе? В группе, ну, скажем так, они могут оказаться где-то в нижней третьей таблице. я бы скорректировал, все зависит от того, насколько честницы хотят играть. Если все эти пять лет придут с целью одного из них провести в финал, ну, почему нет? Случайно, да, человека три может попасть в одну группу, поставить два первых места, набрать, ну, группу из 50 рассказов, там, или из 30 рассказов оказаться там, где-нибудь на 12-13 месте. Ну, нужно ли это автору? Скажем так, те, кто хочет совершенствоваться, тот работает над собой, тот не обижается на критику, тот анализирует сделанные ошибки и за счет этого растет. Тот, кому интересно просто потусоваться и блеснуть перед собратьями некими текстами, ну, они, наверное, тоже получают от этого удовольствие и вряд ли им нужно что-то другое. Ну, я раскрою небольшую тайну, для чего мы вообще затеяли такой вот тест с нашими приглашенными гостями сегодня. На самом деле есть идея собрать лучшие тексты фанфиков по точке отсчета и в конце концов сделать какой-то удобоваримый результат. Сейчас точно я еще ни о чем говорить не буду, когда будет конкретная информация мы в передаче обязательно изложим. Сейчас мы просто попытались оценить наиболее популярные тексты, то есть те, которые находятся наверху форума творчества, те, которые часто обсуждаются с литературной точки зрения. Мы потом еще с Иваном поговорим, посмотрим, насколько это действительно стоит перерабатывать или, может быть, подождать более лучших текстов. Но сейчас пока основная оценка понятна, если наши зрители из точки отсчета хотели определенной критики, не с точки зрения фанатов Time Zero, которые будут оценивать тексты в соответствии с миром игры, а с точки зрения профессионального участника литературных конкурсов, то вот слушайте и смотрите. Время нашей передачи подошло к концу, уже 49 минут, и я хочу сказать два небольших объявления. Во-первых, опять, после нашей передачи сегодня не ждите программу Василисы сказ, да, к сожалению, Василиса еще болеет и появится в эфире только на следующей неделе. Зато, и это будет интересно услышать опять же нашей аудитории в точке отсчета в пятницу, во сколько? 10. В 10 вечера у нас начинает выходить уже, по-моему, второй должен быть выпуск передача Рок Клиника я думаю, что по названию вы можете себе представить, что там будет ведущие передачи обещали в следующий эфир пригласить паука из группы Коррозии Металла. Так что любителям металла равно и коррозии металла весьма рекомендую смотреть эфир в пятницу. Сегодня наш эфир подходит к концу, по традиции желаем зрителям всего самого лучшего. Наши гости я думаю все выждут. И опять же по сложившейся маленькой традиции которую мы не будем нарушать опять же чтобы не заставлять игроков мучиться этими пожеланиями мы заранее уже все подготовили по традиции в конце передачи мы выпьем яду вместе с гостями чтобы вам было не так грустно ядом не ядом да едок у нас в прошлый раз к сожалению не подействовал поэтому сегодня у нас нового разлива свеженький свеженький я думаю что если этот не подействует то в следующий раз мы с вами увидимся а если этот подействует ну что ж удачи всем хорошо